МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь много игровой практики будет, и они в дальнейшем могут выбиться опять на топ-уровень. Обновлённый Могилёв предстал перед родной публикой. На лёд вышли 26 хоккеистов. Пенальти, которого не было, и поражение, после которого не стыдно. Могилёвский Днепр начал второй круг чемпионата страны игрой с Минским Динамо. Сейчас у нас будет здоровая конкуренция. Я думаю, на моем месте любой страны будет этому только раз. Могилёвский мини-футбольный клуб «Порта» нацелен на медали чемпионата страны. Добиться желаемого помогут известные белорусские игроки и опытные легионеры. Кто усилил команду в межсезонье, знает Илья Соболев. Чемпионы по футболу, болотному и пляжному, а также почему в эти выходные надо ехать в Осиповичи, расскажем в нашем обзоре. Всем привет! В эфире «Спорт М» и мы на хоккее. В межсезонье Могилёвские болельщики увидели первую игру своей команды, в которой новый главный тренер, новые игроки и очередные надежды. Вот уже четвертый сезон. В клубе активно тасуют колоду из главных тренеров. Вместо Усанова Чух, вместо Чуха Добровольский, который пробыл у руля команды менее месяца, потом Климен, снова Чух и вот самый молодой из череды главных, 26-летний Дмитрий Рыльков. Задача у каждого была и остается у нынешнего попадание по итогам сезона в плей-офф, то есть восьмерку сильнейших команд Беларуси. Предыдущие тренеры не справились. Надежда на очередного главкома. Сейчас в его распоряжении 26 хоккеистов. У нас еще формирование состава идет полным ходом. Мы ожидаем еще прилив игроков как с Россией, так и, наверное, стоп-клубов. Как вам сказать, стоп-клубов в верхней части таблицы, которая будет, наверное, после Кубка отсеиваться. Мы посмотрим, действительно, тот, кто нам нужен. Мы с ними будем вести переговоры. В середине прошлой недели в Могилев пришла новость. Хоккейный клуб «Витебс», который значился субботним спарринг-партнером, не приедет. Матч, который уже проанонсировали, отменили. А спустя день решили все-таки сыграть сами с собой. Белые победили красных со счетом 8-4. Мы играли сегодня практически всю игру. Два звена. То есть, каждая команда играла свои периоды в два звена. То есть, это очень большая нагрузка ложится на ребят. То есть, конечно же, к концу периода они подсаживались, да, уставали. Где-то уже голова не так варила, да, много брака было. Но, опять же, это пища для размышления именно тренерскому штабу. Среди тех, кто был наиболее активен на площадке, новичок Геннадий Малащенко. Нападающий воспитанник Могилевской школы хоккея забросил две шайбы. Что ждешь от выступления за Могилева в этом сезоне? Ой, надеюсь, что мы попадем в клей-офф обязательно. Это рассчитываю. И мы попадем в клей-офф. Сказал, сделал. Так в минувшем сезоне нападающий поступал, играя за «Динамо» в высшей лиге Беларуси. За 42 игры набрал 44 балла. Есть какая-то планка, которую ты перед собой ставишь перед сезоном? Конечно, есть. Она всегда присутствует у меня. Чтобы в каждой игре набирать очки, помогать команде, побеждать. Сколько забросишь в этом сезоне? Хотя бы так, на вскидку. Какие мысли? Честно, я как бы не знаю, но хотелось бы около 20 шайб. Будем верить и болеть. Болельщик готов поддерживать. Все будет нормально у Могилева. Как думаете, с этим тренером на что способна команда? Да на многое. Тренер молодой, амбициозный. Он еще себя покажет как тренер. Так что... А место спрогнозировать? Ну, скажем так, всех надежда, что входим в плей-офф, а там уже посмотрим. Есть новости о том, что оживает новополоцкий химик. Будет трудно, но надеемся, что они попадут в плей-офф наконец-таки уже. А за какую команду сегодня пришел болеть? Ну, за Мигилев. Он же выигрывает пока что. Юный болельщик оказался не из робкого десятка. Сначала сам дал интервью, а потом... А можно мне задать вопрос лихофинистам? Это было неожиданно, но мы не отказали. Можно нам задать информацию? Да, конечно. С каких лет вы занимаетесь хохеем? С пяти лет. А почему вам нравится именно хохеем? Это самый лучший вид спорта. Почему вы хотели стать именно вратарем, а не хохеистом? Я четыре года играл в защите, и у нас была проблема с вратарями. Ну, и мне больше привлекала игра в воротах. Поэтому и устала. А вам не трудно носить такую тяжелую форму? Ее не замечаешь. Ты к ней привыкаешь, и она уже становится как одежда простая. Спасибо. Теперь, зная ответы на эти вопросы, хоккей будет смотреть интереснее. Совсем скоро могилевчане стартуют в Кубке Солея, и Витебск все-таки приедет на этот лед. Минска «Динамо» – самый принципиальный соперник Могилевского Днепра. Для футбольного болельщика со стажем это не новость. И то, что поединки порой проходят в бескомпромиссной борьбе, знают все, кто следит за выступлением нашего клуба. Так было и на этот раз. Очередная встреча стала началом второго круга в чемпионате страны. И уже в дебюте поединка днепровцы были близки к тому, чтобы открыть счет. Александр Джигера мог поражать пустую рамку ворот, но вратарь «Динамо», выйдя за пределы штрафной площади, сбил нашего форварда. Нарушение правил и как минимум желтая карточка. Однако главный судья на инцидент не обратил внимания и дал возможность продолжить игру. Далее Виталий Севастьяник стал поочередно наказывать гостей желтыми карточками. Сначала Барсуков, потом Джигера и Башлай. Все трое за неспортивное поведение. Последний, кстати, увидел желтый свет уже после назначения пенальти в наши ворота и удаления Алексея Тупчева. Сам момент нарушения лучше рассмотреть вот с этого ракурса. Но счет на табло 1-0. После перерыва днепровцы пропустили еще один гол. Он на совести нашего вратаря. Ошибка, после которой Днепр не сдался и за усердие добился благосклонности и фортуны. Антон Шепелев вышел на замену и первым касанием отправил мяч в сетку ворот Динамо. Больше в этом матче команды не забивали. Очередное поражение могилевчан в противостоянии с Динамо. При этом днепровцы, играя в меньшинстве, показали качественную игру. Уже в эту субботу, после длительного перерыва, команда Сиднева предстанет перед родной публикой. На «Спартаке» игра с Витебском. Начало матча в 17.00. Новый коллектив и новые задачи. Могилевский мини-футбольный форта начал подготовку к чемпионату Беларуси. Первые занятия команда провела дома, после чего отправилась на учебно-тренировочный сбор в Александрию. Состав клуба претерпел серьезные изменения. Теперь в Могилеве самые известные белорусские футболисты, среди которых и чемпион страны в составе Минской столицы Сергей Шостак. Встретили очень хорошо. Надеюсь, также встретят меня и болельщики. Ну а по переходу скажу так, что предложили хорошее условие. Команда «Форте» находится на хорошем уровне. Ну и надеюсь, помогу выиграть в этом году чемпионство. По Александрии скажу, что тут все прекрасно, хороший воздух, хорошая погода. Все идет как надо, по плану. Пришли «Форта» и легионеры. Любители мини-футбола уже хорошо знает украинского форварда Дмитрия Иванова, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды «Летельмаш». Неплохая команда создается, руководитель, такой максималист, хочет выиграть. И будем стараться это делать. Мир мини-футбольный небольшой, все друга знаем. Все шутим, нормально, все только на позитиве. Становимся, знакомимся. Все отлично. У нас уже состав боеспособный, как показывают тренировки. Уже нет большой разницы между четверками, когда одна четверка превосходила другую. Сейчас у нас идет здоровая конкуренция. Я думаю, на моем месте любой человек будет. Поэтому только рад. Контракт из форта продлили российские легионеры. Алексей Петров, Игорь Жданов, Дмитрий Устьянцев и Сергей Загузов. Также пополнили могилевскую команду Вячеслав Щербаченя из Минской столицы, Максим Аветисян из Гомельской быче и Олег Грицук из Минского мопида. Вскоре обновленная команда проведет и первые товарищеские матчи. В субботу форта в гостях сыграет Таршанским Витеном. В нынешнем сезоне перед могилевчанами стоит задача попасть призеры чемпионата республики. Дмитрий Устьянцев Женский футбольный клуб «Бабручанка» стал чемпионом Беларуси по пляжному футболу. Помимо нашей команды за награды турнира боролись три представителя Минска. На старте соревнований «Бабручанка» уверенно переиграла клубы «Реликт» 7-1 и «Сдольная» 15-1. Судьба трофея решалась в противостоянии наших футболисток с «Вортексом». Сильнее в этой встрече была «Бабручанка» 4-3, которая уже во второй раз в истории примерила золотые медали чемпионата страны по пляжному футболу. «Бабручанка» Людмила Кравцова успешно выступила на Олимпиаде среди людей с нарушением слуха. Соревнования завершились в турецком «Самсуне». Медаль «Наша землячка» завоевала в составе сборной Беларуси по легкой атлетике. В эстафете на дистанции 4 по 400 метров наши спортсменки стали бронзовыми призерами турнира. Быстрее белорусок были лишь представительницы Украины и России. Большой футбольный праздник пройдет в субботу в Осиповичах. Местных болельщиков ожидает сразу два поединка. Вначале с ветеранами атиповического футбола сразится команда белорусских артистов «Артстарс». Руководить этой дружиной будет один из самых известных тренеров страны Анатолий Байдачный. А затем зрители увидят областное дерби. В рамках первой лиги чемпионата Беларуси футбольный клуб Осиповича померится силами с Бобруйской белшиной. Начало спортивного праздника в 16 часов. Игры пройдут на стадионе «Юность». Чемпионы страны по болотному футболу – спортивные чиновники из Могилевской области. Это результаты республиканской спартакиады работников физической культуры, спорта и туризма. Турнир проходил на Августовском канале в Гродненской области. В финале самого увлекательного вида могилевчане одержали победу над командой «Раубичи». Для соревнований специально была вспахана площадка, которую в перерывах между играми поливали водой, чтобы поддерживать необходимый слой грязи. Всего в спартакиаде приняли участие 19 команд из всех областей страны. Кроме болотного футбола, играли в парковый волейбол, дартс, шахматы и шашки стреляли из пневматической винтовки. В общекомандном зачете сборная Могилевской области показала седьмой результат. В спорте на сегодня все новости в завершении выпуска. Смотрите футбольные эмоции, которые наша съемочная группа увидела в одном из детских оздоровительных лагерей Могилевской области. Товарищеская встреча между командами «Непр Старс» и школьниками завершилась дружеской ничьей. «Непр Старс» Я думаю, что наша команда сегодня зарядит как морально, так и физически ребят. А я думал, ты сейчас скажешь, наша команда победит. Вы знаете, что касается… О, гол, вот видите. Ведь такова цель не победить у нас, понимаете, а все-таки внести какую-то лепту в физическое воспитание детей. «Непр Старс» Давай веселей! Гоу! Гоу! «Непр Старс» «Не силу», давай- «Вис время и cheer». «Согла» «Согла» «Не силуBre輸» «Непр Старс» Субтитры подогнал «Симон»